Канон 105-летия в ЛКСМ в Республиканском Доме Молодежи прошел диалог поколений. Встреча началась с возложения цветов в Александрском сквере. Участники почтили память героев Великой Отечественной войны. Среди приглашенных гостей как ветераны, возглавлявшие организацию в советские годы, так и те, кто подхватил эстафету при создании Союза Молодежи. Каждый молодой человек имеет талант. Он в нем где-то глубоко зарыт. И надо помочь ему. Ему тяжело одному это сделать. А когда есть коллектив, когда есть организация, когда есть союз, куда можно прийти со своим талантом и проявить себя, вот для этого нужна организация. Это структура, которая действительно человеку дает раскрыться, дает возможность проявить себя в самых разных областях, дает возможность планировать свое будущее, дает возможность заявить о себе. В 2002 году было принято решение объединить две крупнейшие молодежные организации в единую. Белорусский Республиканский Союз Молодежи. Вместе с тем передать опыт и сохранить традиции. Мы должны стоять надежно на защите нашей исторической памяти. Необходимо принимать деятельное, активное участие в строительстве нашей страны, в образе будущего Беларуси через науку, через творчество, через те проекты и программы Союза Молодежи, которые помогают укреплять нашу республику. Комсомолы всегда были патриотами своей страны. Союз Молодежи активно поддерживает и несет эти ценностные ориентиры, в ряду которых первостепенным остается сохранение преемственности. Именно ей была посвящена церемония прощения с пионерским галстуком и вручение молодежных билетов. Для меня это, безусловно, огромная гордость и ответственность. Для меня было важно в чем-то участвовать, стать частью чего-то, внести свой вклад какой-то. Для меня этот день очень важен. Я давно хотела вступить в БРСМ, потому что очень хочется попробовать себя в волонтерском движении более серьезном, организовывать какие-то мероприятия, посещать различные мероприятия. Очень хочется развивать свою страну к лучшему, как можно выше ее поднять. В дискуссии приняло участие около 300 человек. Представители регионов присоединились к диалогу онлайн. Обсудили вопросы гражданско-патриотического воспитания молодежи, сохранения преемственности поколений, передачи опыта и традиций. Полина Макей, Александр Мирошниченко, Агентство Минск Новости.